Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 394. События дня. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 9 января 2017 года. Юрий Соболев. Приветствую с миром, Игнатий Тихонович и братья. Номер 6. 1 Петра 3.12. С толкованием Блаженного Феофилакта. Отличная духовная зарядка для начала дня. Как всегда на горячем контрасте в ваших комментариях. Знание, опыта, справедливого обличения и доброго юмора. Да благословит Бог дело сие ваше и братьев, Игнатий Тихонович. Может со временем и до разбора некоторых книг Ветхого Завета доберетесь. Было бы здорово. Ну, книги Ветхого Завета истолкованы. Часть у Яна Златоуста, Бытие, Псалтырь, это 5 том у него. И Сая, там 6 том. Это Ветхого Завета. Ну, а главное, это Феодорит Кирский. Вот это. Я насчитывал, на пленку было. Это надо где-то найти книгу. Да посмотрите, в интернете найти. Толковать я вообще ничего не толкую. Нет. Комментарии дать. Приблизить на сегодняшний день. Я не толкую. И как-то у нас было епископ, что-то. Вот вы, Игнатий там сказал. А тут сразу был у нас и романах. Он выставил. Где Игнатий сказал? Где о крещении? Что в полное погружение? А остальное не действительно. Где конкретно? Ответа нигде нет. То есть, никто нигде никогда мне не может показать, что их слово человеческое выше божественного. И вот епископу одному говорят. Вот есть каноны церковные. И то, что сегодня собирается патриарх там, что нужно важнее? Говорят, конечно, то, что патриарх. А те-то нас не достанут, а этот-то хлопнет. И даже вопросов никаких нет. Ну, вот и все. Что важнее? Слово Божие или Ян Дамаскин с мощами? Ну, ясное дело, что мощный подошел, там, сунулся к ним. Лбом стукнулся в стекло, пошел. Ни к чему не обязывает. А по Библии надо каждый день, смиряя, порабощая себя, чтобы не оказаться недостойным. Непрерывная работа идет. А так ничего нет. Поехал там, свечный зажег, благодатный огонь. А почему он благодатный-то? Откуда вы взяли? Что это, канон какой-то? Там беснование-то какое идет. Или на преображение облако заходит. То есть требует чудес иудеи. Вот тут антихрицы хлопнет. Дальше. В Данию и Филиппу. Игла. Если будете брать трехтомник Нового Завета с полным толкованием, то нужно это заказать сразу. Так как ходить на почту с одной книгой и стоять в очереди, а это не я сам делаю, а братья, нам очень неудобно. Подумайте, расчет за остальное можно будет отложить, но пересылать нам для вас удобнее намного только сразу за один раз. Братья наши смогут послать завтра, откладывать нет смысла. Книги, посылаемые нами, были в разные страны, и в Австралию, и в Америку, пока не было ни одной потери. Иногда весь комплект книг, а это 31 килограмм. Коробки государственные, их пакуют и они, а не мы, профессионально и плотно. Напишем подарок, это соответствует истине, потому что цена ни в коей мере не восполняет. И малы толики того, что в них вложено. Полвека труда. Здесь, в чем попало, не отправишь. Пакеты, коробки государственные, и они сами пакуют. Да мы пакуем-то, а не они пакуют. Книги настолько высококачественно изданы, что их видели в библиотеках президента России и других, и в королевских библиотеках, как в Дании. Расчет не посылайте, пока не получите книги. Только молитесь и не переживайте. Мы ждали ответа ровно два месяца из Испании, куда послали две коробки, два пакета, 37 книг. Когда получите книги, то вы сделаете 2-3 фото с книгами в руках, и тут мне пришлете и в моем мире. Я не бываю ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте, хотя везде есть страницы, и там работают модераторы и администрация. У нас команда около 10 человек. По Western Union не нужно указывать ни город, ни улицу, а только фамилию, имя, отчество. Откуда? Это нужно указать. Шифр из 20 цифр и сумма. Владимир Пащенко. Нет? Владимир П. Владимир П. Добрый день. Я удалил мой мир, остались сохраненные пароли на рабочем компьютере, которому не имел доступа. Это значит, что не нужно предавать... Предавать, главное, надо предавать. Тут есть неграмотное. Предавать значение каким-либо словам и действиям совершенных через эту страницу до ее удаления. То есть что-то написал, и теперь топчется то другое. Ну, видно, что протрезвился, и теперь дальше... Так, Роман пишет. Здравствуйте. Есть ли возможность отправить на Украину два трехтомника и шесть штук к истинному православию? Сергей Козлюк пишет. Игнат Тихонович, хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу. Я часто замечаю, что многие священнослужители имеют одно очень неприятное физическое недомогание, такое как ожирение, что не очень толстое. Это так неприятно смотреть и как-то отталкивает. Ведь я считаю, что служитель церкви должен давать пример не только духовный, но и физический. Почему они так небрежно относятся к храму Духа Святого? Спасибо. Ну, почему? Прямо говорит, без страха уточняет себя. Ответ один. Без страха. Дальше. 72-й псалом. Выкатились от жира глаза, и глаза на выпучку, потому что жир выдавливает их. И все они понимают, такая утроба. Я обычно встречаюсь, спрашиваю, какой рост, какой вес. А у меня рост метр восемьдесят. Ну, 105 отними. И остается 75. Говори. Нет. Звонит, проверяет. Сейчас только что мы насчитывали, и звонили из Америки. Книги заказывают. Ну, я говорю, выходите тут, напишите, дальше будет видно. Вот, отталкивает. Я переписывался с мусульманкой, и она говорит, и у нас эти мулдашки, она назвала, мулы. Точно та же пузатая. Вот я разговариваю с одним священником. Я ему помогал на дому, там, печку делал и другое. У него метр где-то шестьдесят два, что ли. Ну, какой рост-то? Совсем небольшой-то. Сто пятьдесят три килограмма весу. Я всегда думал, ну, как не стыдно перед народом-то выходить-то? Прям на глаза бы не показаться. Как сказать? Пытаюсь никаких. И все время они на стуле сидят спинкой перед ним, спинка вот так, на расшарагу ноги. Я один раз захожу, прости господи, вот у меня телефон, примерно такой кусок сыра держит в руках. У меня он за всю жизнь, наверное, такого куска в руках не держался. Да ничего, нет. Я говорю, как насчет веса-то? Да это хорошо пост. Я на шесть килограмм даже меньше стал весить. Ну, стал сто сорок семь килограмм теперь. Что изменилось-то? Нам достались, я не знаю, насчет отдала, помню, сапоги или что-то. Так я в этот сапог его две ноги заталкиваю. Какой позор-то! Стучилось, он умер, умер. А он был участник Великой Отечественной войны, там где-то в обозе работал. И вот, ну, надо хоронить в церкви. А Покровский собор была, одна церковь была тут, центральная, как и тогда не было епархии еще здесь. И они под него запаяли корыто. Корыто, он-то сам огромный гроб-то такой. И это корыто, огромное такое корыто, вот я показываю. Ну, и длина-то его там метра на два. И высокие борта, как тазик, как ванна. Ну, а спускаться-то, когда встали, а он простоял-то, жара стояла, начало мая. И спускаться-то встали, а ступенек-то много, там больше 20 ступенек. Это-то наклонили. И те-то, которые несут-то, они ничего не могут сделать. Это теперь вся жижа-то потекла с него. И такой лентой, а ветер сухой такой, такое зловоние, наверное, на пол Барнаула. Ужас один. И тут пришли и баптисты были, они его знали. Сам-то по себе он благодушный такой был. Ну, как всегда, конечно, солгать мог и прочее. Вот такое дело, я это видел. Такой позор после смерти. Ну, все это, у нас тут Володя Пенкин, он все это заснял. У меня снимки эти есть, и даже в книге показано. Вот и все. Ел втайне, вывалилось все явно. Ну как, ты же видел, что уже лишнее-то, ну остановился бы. Ну, возьми, как выглядит. Даже Гиммлер выглядит у Гитлера и Геринг. А да вот у него там гормоны. Какие гормоны в рот-то ничего не положи. Обычно, если лечит человека, лекарство придумает, то испытывает на мышах, на крысах, на собаках, чтобы потом применить. Так если это не от чего гормоны, а это сало, это не вода, то, наверное, бы придумали эти гормоны привить колхозным коровам, свиньям. Не давать ничего, и они бы толстые были. Не получится. Если сюда не положишь в рот, то на ляшках ничего не нарастет. Ледвеи, ляшки. И вот они все время страдают и болеют. Но как же не болеть-то? Это каждую клеточку надо накачивать. У меня один знакомый был, очень хороший человек, потеряевский. Четыре высших образования, вообрази себе. Четыре. В трех родах войск полковником был. Не один раз его предоставляли на звание генерала, но выпивка мешала ему. Кажется, тринадцатикратный чемпион Советского Союза подзюдо в органах МВД. Мы знакомы были. Я каждый раз ему говорил, Он так маленько пошутит. Опять меня рылом об землю. Собрался ехать в Германию. Зачем, не знаю. Он у меня в книгах есть, даже в белом стоит. Могучий такой. Ну, прямо в автовокзале. Упал, умер. А он моложе даже нашего батюшки. Он моложе у меня лет на шесть был. Да уже умер-то лет десять назад. Вот и все. Это я говорю о людях, которых я знал и жалел. И хорошее отношение было. Я каждый раз им говорил. Ну, не ешь, но отойди. Вот со мной в камере сидел один покаялся помощник директора Бийского. Редкин Владимир Прокопьевич. Вот такая пузень у него. Просто как будто три подушки у него. И он как начал паситься. Не больше двух недель прошло. Ничего нету совершенно. Он в рот не берет ничего. Плащет и молится. Плащет и молится. И все ушло. Выровнялось, как будто никогда не было. Вот и весь ответ. Ожирение, ожирение. Это потеря страха Божия. Без страха уточняют себя. Страха нет. На, заряди. Где это написано? Ну, сейчас я дам страх. Дальше. Страх. Утучь. Достаточно. Сейчас. Утучь. Ну. Где это написано? Иуда 1.12. Читай. Таковы бывают соблазнам на ваших вечерях любви. Пиршество я с вами. Без страха уточняют себя. Без страха. И кто они такие? Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Дальше. Сверепые морские волны, пенячьися с рамотами своими. Звезды блуждающие, которым бледется мрак на веки тьмы. Только название им. Вот это, это попы, которые такие. Показывает, там бабка подходит, и он вот такой перед ней стоит. И мало того, еще где-то в интервью участвует. Сидит, разлепешится задницей на целое кресло. Один. На диване едва помещается. Ни страха, ничего нет. Иван Златоуст говорит, как будто город готовится к осаде. Тебя еще в жертву хотят принести. В жертву. То есть вол тучный. Ну, кто виноват-то? Вот разные таблетки глотают. Ни одной таблетки не ешьте. Особенно, когда простываете, не ешьте. Не трогайте. Это все отрава. Это хуже боярышника этого действует. Ну, вот мы просчитали. Теперь я покажу, какая у нас таблетка. Система. Вот перестала переносить, сюда записывать. Вчера поработал тут программист. Ну, записал несколько роликов и больше не записывает. Вот я показываю его занятия. То есть я с Ютуба сюда заношу. Извони? Да. Говори. А что такое? Да откуда? Да к чему же он раньше-то не положил ее? Ну, все-таки с Богом помолимся. Надежда Андреевна, сестра Виктора Андреевича. То ли заражение, или еще может пойти очень серьезно. Камни вовремя не пошла. Надежда Андреевна, Викторова сестра. Вот так. Ну и вот показываю в моем мире. Наша страница. Вот сюда заходите. Вверху вот написано «К истине 2 народу» это почта. Здесь легко разговаривать. Здесь это убираю. И православный форум Игнатия Лапкина. Вот такой большой форум. Очень богатый. 1600 тем. И вот интересно. Выставили какие-то картинки мне. Ну, откуда? Что тут они пишут? Вот здесь вот. Ну-ка, прочитай. Так. А тут что-то ответ кому-то. Это понятно. А, это уже было у нас. Понятно. В рай там. Ну, то есть выдумки разные. Второе. Это мы не это открыли вопросы. Это. Вот сейчас я посмотрю. Кажется, вот это вот надо показать. Что-то много выставили картинок. А что они означают? Вот это что означает? Камень 6. Это видеозапись. Видеозапись? Да. А о чем? Написано, прокомментируйте ролик. Искажать ли он христианство? Ну, как сказать? Что он тут? Глянь, я может его уже смотрю. Две минуты с половиной. Сколько? Две с половиной минуты идет. Ну, глянем, что тут такое? Это и пути и дороги, которые ведут к Богу. Но апостола Павла было несколько иначе. Это Бог. Это же Бог, избравший меня от отрубы матери. Боев. Деретики. Еретики. Это все. Он к еретикам вот пошел. И дальше с ними встречается. Ересь. Его давно надо было, говорит, за хвост до в яму. Кривляка. Клоун. Так же, как Сергей, вот этот, Журавлев. Это одно и то же. Связался с сектантами. Ну, он-то давно уже на него жалоба была. И провели совещание в Красноярской епархии. На 10 лет запретили носить даже одежду священническую. Ну, то есть, доигрался. А ему и нужды никакой нет. Он у сектантов. Там это возьмите за руки, положите руки. То есть, клоун. Самый стопроцентный клоун. Ну и дальше. Это наш православный видеоканал. Вот мы новые ролики здесь выставляем. Вот выставлены. Это замки. Это под замками означает. Не выходит. Ну, и здесь остальное занятие. Вот что выставили. 120 занятий, которые были. И очень большой у нас ресурс. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Здесь 55 папок. И мы разбираемся сейчас в жития. Жития я сейчас посмотрю. Что мы можем дать. Не понял. А что оно? Жития. Я открыл. Она почему-то не стала. Ну-ка посмотри, на какой мы остановились. А тут не выверено. А, вчера-чера кэш отричали. Да? А? Кэш вчера чистили же. Ну еще это да. Ну и все, сбросилось все, что тут было сохранено. Ну сохранено. Но она никуда не делала ее. Да никуда не делала. Так. Просто не отмечено. Тут что такое? Да мы это читали. А вот это? И это читали, и это. Ну найди, которые не считали. Дальше. Да я точно не скажу тоже. Так. Вот так. Насколько можно доверять? Да это все было. Да. Внешне святых. Разве описано? Да мы же по порядку шли. Это все было. Ну так дошли до этого или нет? Насколько можно доверять? Ну-ка давай. По-моему не было. Было это? Было? Я же говорю, это было. Не надо это доверять. Ну ты показывай дальше. Да я же тоже точно не помню. Про Алексея Божий Человека. Это тоже было. Это было там. Дальше. На почтениях, житьянских. Вот этого не было. Не нужно. Ну вот Арсения, это вчера мы, кажется, читали. Вот это было? Это мы вчера, кажется, читали. Не было. Я воспитан. Ну вот вчера мы читали, я говорю, это. Было это? Я говорю, вчера читали, говорю. Вот это? Да. Про него, да? Вот, беги от людей, ты спасешься. Вот это мы читали еще. Беги от людей, ты спасешься. А Арсений, ну дальше. Ну вот это, кажется, не было. Не было, да? Да. Вот это не было. Ну отсюда начнем считать. Видите, как... Да, этого не было. Техника сбилась, и пометки все наши убрала. Ну а теперь что? Ну, как всегда, мы находим страницу. Вот так. Теперь ее разворачиваем в борде. Кантор ЛВ, Кантор ЛА. Переводим в размер 20-й и сразу считаем. Давай. Вопрос 1861. Седьмой том открытым оком. Когда писали жития, то читали же и их, и грамотные православные пастыри и архиереи. Разве они не видели, что это путь не тот, какой указал Христос? А из них сделали образец для подражания. Хотя ни одного слова об этом не читаем в Писании. Вот так. Ответ. Это такие вопросы, это мне задавали в университетах и по радио везде. Вопросов были тысячи. Сохранилось 4124. Иоанна 5.44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Интересно слушать, как архимандриты и просто монашествующие и семинаристы, бритые, ратуют за святых в житиях. Вроде бы как я нападаю на них, а они защищают. А сами и рядом по образу жизни не стояли с этими святыми. Посты-то хотя бы не нарушали. А когда спросишь о Писании, сразу же устушевываются. Нам это не под силу. А что в житиях описывается, то во много раз труднее для исполнения по сравнению с тем, что описывается в Библии. И если ты за их авторитет борешься, то в первую очередь надо за авторитет Писания, за авторитет Божий бороться. Дорофии пустыни, 16 сентября. Кавычки открыты. Шестьдесят лет пребывал старец в одной пещере, проводя весьма суровое житие. Он каждый день во время полуденного зноя, бродя около моря, собирал камни и созидал из них кельи, отдавая их тем, кто не мог сооружать их. Я же, говорит Палладий, однажды сказал ему, для чего ты, отче, в такой старости мутишь свое тело в лютом зное? Он отвечал мне, для того, чтобы не оно меня мучило, но я бы замучил его. Ел он каждый день в меру лишь сухой хлеб и немного пустынной зелени. И он брал хлеб-то на пустынном берегу моря. Явное дело, что за счет и счет жил. Один раз в день, так же в меру вкушал и воды. Бог свидетель, что никто не видел его ни ложившимся на рогоже, ни спящим. В продолжение ночи он, сидя, плел корзины из финиковых ветвей. Может, зарабатывал. Да. И, продавая их, на то покупал себе пищу. И подумал я, не при мне ли этот... Где он? Живет только он столь сурово. И, желая узнать о всей его жизни, вопрошал многих учеников его. Всегда ли так строго его житие? И поведали мне, что он из детства ведет такую жизнь. И по своему обычаю никогда не спал, разве лишь делая что-нибудь или вкушая пищу. Он смежал иногда очи, так что много раз и хлеб выпадал из уст во время еды. Это по-нашему. Когда же мы однажды принуждали его, хотя немного, поспать на рогоже, или рогоже, он как бы пожалевно сказал нам, если вы когда-нибудь оговорите уснуть ангела, то оговорите и меня. Вот какое сравнение было. Да. Может, именно вот так это у меня было. Я припевать стал, пимнул и уснул, и так и держу. Это бывает такое. В это я верю. Ну и давай сохраним. Знаю. Суровое житие. Да. Дальше идем. Смотрите, есть святых. Вот теперь. Вот оно какое. Что тут? Сейчас мы... Ctrl-S. Убираем. Опять увеличиваем. Почему оно наполовину, не знаю. Видите, как удобно все это сделано. Давай. Вопрос 1862. Седьмой том, открытый МОКом. Когда-либо церковь как-то делала... Когда-либо церковь как-то делала рассмотрение житий с чем расчетом, чтобы высказать хотя бы пожелание? Кому и кто должен подражать, взирая на кончину жизни их? Кому-то постничество, кому-то безмолвие, чтобы этому святому, сильному в этом подвиге и молиться бы можно было? Видите, какие вопросы? Сознанием православный задает. Ответ. Страшный вопрос. Да разве можно так в живе смотреть на жития? Они же как сказки для разинувших род дошкольников, чтобы могли ахать и восторгаться. И на этом все закончилось. А если кто начнет так подражать, то он будет сочтен умалишенным, полным идиотом. Эта тень из святых еще позволяет выслушивать про них разные выдумки, их. Но в жизни-то они в большинстве своем невыносимо скучны и нетранспортабельны. У них нет нисколько послушания ни Библии, ни канонам церковным. Они жизнь строили на выдумках, на вычурности вымыслов. Как и куда деть ноги, бороду, язык. Солом 118-113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот как образец, это фильм «Остров», там священник Анатолий. Он выкаморил, что делал, сапоги, одеяло бросал, там дым напускал, с бесами разговаривал. Это православный. Да, но он не был священником, он просто был монахом. Ну да, монахом. Паисий Великий, 19 июня, от кавычки открытых. Вот это любимый старообрядческий Паисий Великий. 70 дней постился, не 40, а 70. По прошествии некоторого времени преподобный, видя, что его безмолвная жизнь постоянно нарушается приходящими к нему братьями, стал тяготиться этим, ибо сам он желал строго соблюдать подвиг безмолвия. Подвиг безмолвия. А по Библии, посмотрите, то есть язык ему не нужен совершенно. Проповедовать не надо. Просеившиеся ходили благовествовать не надо. Это Великий. Со словом Великий, приставка, Василий Великий, 17 человек за 20 столетий только было. Поэтому он решил оставить эту пещеру, где прежде жил, а вместе с этим и по печенье братья свои. И вот, тайно от всех, он ушел оттуда и отправился в более отдаленные места пустыни. Здесь, в одном месте, он нашел пещеру, поселился в ней три года, пребывал там. И за это время сильно выросли волосы на голове его и были так длинны, что, привязывая их с некоторым искусством к колу, который был водружен наверху пещеры, он мог, не засыпая ни на минуту, совершать все свои всеночные моления. Таким образом, как ночью, так и днем, он не давал себе покоя, всецело предаваясь труду. И только в нем имел покой ради любви Божией, которую всегда был объят. То есть, вот придумана эта любовь Божия, а Господь говорит, любите меня, соблюдите мои заповеди. Ближнюю люби, как самого себя, борода, представь, он думал, это никто не делал, а волосы растут быстро. Кол там вбил и привязал себя, чтоб дергало и не уснуть. Вот придумай такое. Какая борода-то была? Ну, метра два, наверное, была, не меньше. Не, про волосы написано, именно волосы. А, волосы. Ну, значит, волосы. Еще невероятней. Иулиан, 18 октября, кавычки открыты. Однажды Астерий, вышеупомянутый ученик святого Иулиана, сделавшийся уже сам подвижником и руководителем других, и нередко посещавший своего любимого учителя, в знак усердия к нему принес на плечах своих в дар ему большой мешок смог. Он нес на себе эту тяжесть продолжение семи дней пути. Это надо от людей спрятаться так, и все. Семь дней пути, вообрази себе. Смущенный и огорщенный тем, что ради него другой человек так утрудил себя, и Улиан не захотел воспользоваться его трудом, и отказался принять приношение. Когда же Астерия стал уверять старца, что не сложит тяжести своих плеч, пока тот не согласится принять приношение, тогда преподобный хотя тяготился принять пищу, добытую трудом другого, но увидев искреннее желание услужить ему, принял эту услугу. Один другому, но поперек. Возьму, не возьму, принесу, вот как. Неси обратно сильнее. Это нам кажется только так. Так, что дальше? Ну, напиши. Подвижники. Опа. Вот оно где. Напиши. Подожди-ка. Что-то у меня тут нету. Вот оно где. Вот оно. Подвижники. С волосами. Сейчас, подвижники. Ну вот. Дальше идем. Это все по шитиям вопросы. Ой, Ctrl-L выделяю, Ctrl-L копирую, сворачиваю, страничку борда открываю, делаю шире, Ctrl-L вставляю, Ctrl-L активирую и перевожу в режим 20 цифр. Все. Поехали. Вопрос 1865. Приехал. Седьмой том открытым оком. Какие редкие сведения можно узнать из житий? Ответ. Вот представьте. Какие редкие сведения? 1173 жития, 12 томов. Отвечай. Ну задайте это у вас подряд говорливым батюшкам и другим. Ну почему им не согласиться? Да, мы не знаем. А на меня нападают. Если я знаю, нападает это. Я как-то у старобрядцев были. Вот они писание-то как знают на меня. Это сатана ему дает знания. Но когда узнали, что я толкование златоуста считаю на память, никогда не думали. Надо же. И сатана, оказывается, святых отцов дает даже знать. А когда я стал цитировать правила канона, они вообще опешили. Вот уж никак не думали, что сатана дает знания канонов. То есть все от сатаны. А не от сатаны, старобряческая проповедь. Ты еретик, переходи к нам. Все. Поехали. Ответ. Дмитрий Ростовский и другие собиратели и сочинители житий многое брали из известного им. Чего сегодня даже трудно найти в словарях. Вот некоторые сведения оттуда. Иеремия 15, 19. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. И будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценно изничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Фаддей. 29 декабря. Кавычки открыты. Исповедниками называются те лица, которые во время гонений за веру открыто исповедали себя христианами и претерпели мучения, но остались в живых. Они пользовались особым уважением среди христиан. Так им было предоставлено право воссоединения с церковью падших и отрекшихся. То есть вот сейчас, если будет гонение какое-то, и как некоторые люди идолам жертву приносили, то за них может ходатайствовать то исповедник. Лично я могу ходатайствовать, что подождите, там, ну, как-то помягче обойдитесь. Они не выдержали, слабый, не подготовил. А другие, да так его, руби его. А сам нигде не был, не был. Лежит один на диване, пузо свесилось и даешь. Ну, раньше было, даешь магнитку и другое. Так, Симон Зилот, 10 мая. То есть нужно знать, в каком житие и что оттуда взять из жития несколько строчек. Но так как для гостей достала вина, то Господь притворил воду в вино. Будучи поражен таким чудом, жених уверовал в Господа Иисуса Христа, как Бога истинного. И, написано, оставив брачное торжество, и тот самый дом последовал с усердием за Господом Иисусом. Поэтому он и был прозван Зилотом или Ревнителем. Вот так. Епифания, 12 мая, кавычки открыты. Диакониса, церковная служительница из вдов или пожилых девиц в древнехристианской церкви. Служение диаконис выражалось прежде всего в некоторых церковных обязанностях по отношению к женщинам. Таковы, например, приготовление женщин к крещению, обучение должным ответом на вопросы крещающего, помощь епископу при совершении над ним этого таинства, помазание частей тела, за исключением пчела, научение надлежащему поведению по крещении, наблюдение за благочинным стоянием их в церкви и присутствование на беседах с ними епископов, пресвитеров и диаконов. Затем на попечении диаконис находились бедные и больные, нуждающиеся в благотворительности и уходе. То есть помазание частей тела. Какие же там части такие, что мужчине, священнику как бы нельзя. Был такой Конан, он персиянин, и надо было помазать, а он в это время увлекся ей девицей. Она была сильно уж хороша. И он тогда положил свою кисточку мира и пошел. И ангел его остановил, и тогда уж ангел помазал. Чего там мазать надо было? Ну явно дело, что не затылок. Дальше. Так, Пелагия Дева, 4 мая. Считай, сколько житей я привожу, сколько? 4 мая, кавычки открыты. Мамона, наименование сирского божества, покровителя богатства. В переносном смысле под Мамону подразумевалось вообще богатство, благоземные. То есть, что именно из Писания, как растолковывается? Наум пророк, 1 декабря, кавычки открыты. И Его по-славянски сущий. Одно из имен Божьих. Оно означает самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия. И постоянно употребляется в Священном Писании. Об одном истинном Боге, книга пророка Иоанна. Тут не из меня, тут надо Е поставить вместо С. Да, да, Е поставь. Епифании, 12 мая, кавычки открыты. Однако, кроткий монах не мог долго быть руководителем дерзких разбойников. Непрестанное наставление и обуздывание ангела во плоти через три месяца стали совершенно невыносимыми для демонов в человеческом образе. И если при встрече с чудотворцем иноком они упрашивали его ходить с ними, то теперь, напротив, умоляли Святого удалиться от них на прежнее место, отведя его туда, они устроили ему хижину. То есть банда такая захватили его, чтобы он их охранял, молился за них, а он их наставлял разбойников этих. Ну, мафия какая там. Память обновления или освящения храма воскресения Христова в Иерусалиме, созданного Константином Великим в 335 году на Голгофе, празднуется церковью 13 сентября. Этот праздник в Иерусалиме совершался и до ныне совершается с особой торжественностью и привлекает в Иерусалим множество поклонников крестовоздвижения. Видите, какие места, которые касаются Священного Писания и что мы приемлем. Ольга, 11 июля, кавычки открыты. Она прожила в супружестве 42 года, а во время вступления в супружество она была девицей совершенного возраста и силы. Ей было около 20 лет. На 10-й год по смерти мужа она сподобилась святого крещения. По крещению же пожила богоугодно 15 лет. Таким образом, всех лет ее жизни было около 90. Сын ее, Святослав, как сообщает об этом летописец, был убит по истечении немногих лет в битве с князем Печенежским Курей. Курей отсек голову Святослава и из черепа сделал себе чашу, оковав ее золотом и написал следующее. Ищущий чужого губит свое. Во время пира с вельможами своими князь Печенежский пил из этой чаши. Спустя 20 лет по ее кончине внук ее Владимир принял святое крещение и просветил святою верою землю русскую. То есть вот сведения, какие жития дает, которые мы можем взять только из житии. Иоанн Богослов, 26 сентября, кавычки открыты. Эскулап, сын Аполлона, сказочный врач, после смерти ставший, по мнению с язычников, бога врачества, изображался с посохом, обвитым змеей. Вот откуда идет. Иов, 6 мая, кавычки открыты. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него. То есть в чужой коже человеку отстрадать можно. В чужой коже удары не так чувствительны. Даже снятие этой кожи сносно, не болезненно для него, и он может оставаться спокойным. А вот попробуй коснуться его собственного тела. Вот видите, какой вопрос, давай посмотрим, почему такой вопрос дается. Первое. Редкие сведения из житий. Редкие сведения. И вот эти редкие сведения, я их выбрал 1173 жития. Так, редкие сведения. Сейчас, минутки. Редкие сведения из житий. Так. Ну и дальше идем. Совсем маленький вопрос. Но по житиям святых. Это Control. Уходим. Заходим в Word. Control V вставляем. Control A выделяем. В шрифт 20 переводим. Никита, вперед. Вопрос 1875, седьмой том открытым оком. Если в 12 книгах житей 1173 биографии, значит там многому можно научиться. Меня интересуют ответы мучеников, чтобы их можно было и в мирной жизни употребить. Видишь, какие вопросы задают. А чего ты ответишь, если не знаешь? Ответ. Ответы все нужно сравнивать с Библией. Повторяю, что подобных ответов не было никогда. И тут вне конкурса идет. Нигде нету. Ни в интернете нигде нету. Только наши. Ответы по Библии. По житиям святых. Так. 1 Тимофея 4.16. Нет. Вот как. Ага. Дальше. Вникай в себя и учения. Занимайся всем постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Житий много больше. А в это число входят только те, размер описания которых до более одной страницы. Вот в чем дело-то. Остальные маленькие я просто не брал. Так. Пионии. 1 марта. Кавычки открыты. Один кощунник по имени Александр, человек хитрый, сказал. Послушай меня, Пионий. Отвечал ему святой. Ты лучше послушай меня. Потому что все, что ты знаешь, знаю и я. А ты не знаешь того, что знаю я. Вот как надо отвечать им. Диамит. 16 августа. Кавычки открыты. Святой Диамит был родом из города Тарса Киликийского. По занятию он был врачом. Верующий был крестьянин. И врачевал не только тела, но и души людские. Ибо он увещевал илинов уверовать в Бога. И просвещал их, подготовляя к святому крещению. Вот так. Какой вопрос ставите? Ответы мучеников. Где только ответов нет никаких. Так. Примеры святых. Снова заходим. И находим. Жития. Вот так. Сейчас, видишь, как быстро все это делаем. Убираем. Уже кто смотрит за нами, они могут сами делать. Написать, пересчитать. Жития святых. Это очень интересное занятие. Пошел. Вопрос 1877. В седьмой том открытым оком. Жития описывает многое о жизни подвижников. А есть ли такой образ как бы собирательный, как сейчас описан в книге отец Арсений? Ох, а я сказал, тут больше их. В общем, они маленькие. Там ничего нет. Родился. Там ходил в пустыню. Ничего нет. Я даже времени не стал тратить. Так, чтобы разнообразие было. Ответ. Из нескольких житий можно собрать такой именно образ по частям. А потом все это лучшее взять под себя. Для себя. Мне очень нравятся все жития из первого века. Где без всяких причуд. Прямо идут за Христом и ничего монашеского. Все такое простое, понятное, человеческое. Проповедь, жизнь одного или с женой. Но все на проповеди и целые страны приближаются ко Христу. Далее их допрос и казнь. И так просто, так по слову Божию все до строчки. И кратко, без разных накруток из головы автора, написавшего жития. Без ложной скромности, стеснительных ужимок и ложного сокрытия своей сути. Апостол призывает подражать ему и всем, кого знали в первом веке. Не монахам. 1 Коринфянам 4.16 Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Филиппийцам 3.17 Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 2 Фессалоникийцам 3.7.9 Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Сегодня мне скажут, главное, подражать нам не бесчинствовали. Это подражать или бесчинствовать? Он бесчинствует, только деньги, деньги, деньги. Евреям 6.12 Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям 13.7 Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вопросы Слова Божие непрерывно звучит. Дальше. Ксения Евсевия. 24 января. Кавычки открыты. По старому стилю числа все. Никто никогда не видел ее гневающиеся. Никакое тщеславие или горделивость не омрачили ее жизнью. Лицо ее было всегда смиренно, ум без всякого превозношения, лицо без прикрас, тело изможденное постническими трудами, сердце ее спокойное, не тревожимое никакими сомнениями. Вот все. Так, о чем речь идет? Так. Собирательный... Собирательный образ. Минутку, сейчас я вам дам. Собирательный образ. Вот таких людей мы увидели, согласно Слову Божие. Встречается жития. Дальше опять идем. Что тут у нас? Видите, какие вопросы задают? И их отвечать надо. Как это вот сюда надо? Вот. Мне не ошибиться. Так, подожди-ка. А вы как? Не возьмем. А если возьмем? Давай. Вопрос... Это 18 шрифт. Вопрос 1878. Седьмой том открытым оком. Откуда взяли такую классификацию святых по узкому профилю? Даже относительно здоровья. Что Артемию молиться нужно от боли в животе. А Антипе от зубной боли. Жития об этом что говорят? Ответ. Послушаешь православных, так у них Бог где-то на окраине. А все внимание к мощам. Как и к святым. Отдельные святые специализировались как будто по редким профессиям. Как акушер. Псалом 90.15. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Еремея 29.12. И воззовете ко мне и пойдете и помолитесь мне. И я услышу вас. К Богу помолишься-то. Ипатии 31 марта. Кавычки открыты. Так он врачевал бесноватых, слепых, иссохших, страждущих водяной болезнью и жен кровоточивых. Немалое число неплодных жен он сделал способными к деторождению. А другим женам, имевшим сухие и неспособные к кормлению груди, возвратил молоко. Видите, он какой-то мамизм. Как болезнь. Разрешил. Дальше. Никита Столпник. 24 мая. Кавычки открыты. Столп, который устроил преподобный... Преподобный, наверное, а не Оль. Да. Для своих подвигов находился не поверх, а внутри земли. Это была столпообразная круглая яма. Или просто пещера. Так что столпничество святого Никиты было в сущности затворничеством. В одну ночь пришли к преподобному некоторые из его родственников с просьбой помолиться за них, и увидев на нем тяжелые вериги, которые от долгого трения тела вычистились и блестели, подумали, что они серебряные. Пришли-то помолиться? Да, я читал это. Обращенные дьявольским наущением они задумали убить святого, и пришедших в столпу разобрали бывший на нем покров, вошли в него и насильственно разлучили душу святого от тела его. Убили. Спустя некоторое время преподобный Никита явился вышеупомянутому иноку Симеону и сказал ему, пусть честной знак моих подвигов в скором времени перенесен будет отсюда и положен на гробе моем. То есть цепи. После всего вериги преподобного с почестями были перенесены из города Ярославля в город Переславль и положены на честном гробе его. Все приходящим с верой они подают многие исцеления во славу Христа Бога. Так, ну а чем здесь исцеление от вериг? Вериг это цепи. Видели, что они блестят и ухайдакали мужика? А он и знать не знал, что им так они нужны. Он бы отдал их и даже спрашивать не стал. Дальше. Вот теперь мы снова заходим. Смотрите, как у нас здесь познания расширяются. Давай. Вопрос 1879, седьмой том открытым оком. В житиях очень часто герои-подвижники сравниваются с библейскими персонажами. Насколько правомочен был житописатель, так говоря? Ответ. Поразительно то, что любому непредвзятому читателю Библии с первого взгляда понятно, что такие сравнения совершенно надуманы и все они даже близко не подходят друг к другу. Но вот так уж хочется походить на библейских служителей, а делать все по-монашески надумано. Православные исключительно плохо знают содержание Библии. Так, по верхушкам, по слухам. Если же кто-то прочитал что-то, то давно это было. Если скитается по пустыне самовыдумщик новозаветный инок потупленный и безмерно скучный, то обязательно сравнивается с теми, кого гнали цари, кого искали убить. Мило тех козьих кожи ходили по пустыне. Но этого-то никто не трогал, не гнал. Если убежала она от мужа, бросив ребенка или жениха, или он ринулся на остров или в отдаленнейший монастырь, оставив мать престарелую или жену или невесту, только что обручившуюся ему, чью судьбу, жизнь он безнадежно и нагло изломал и искалечил, как Алексей, не Божьим поступком, то явно же, что эти сравнения их жизни с древними избранниками Божьими вычурно натянуты, искусственно притянуты друг к другу. При этом сравнении эти иноческие выходки еще только нагляднее показывают, что они вытворяли эти свои подвиги по полному неверию в искупительную жертву, спасителя Иисуса Христа, в его благодать, даруемую даром, бесплатно, без наших заслуг. Иначе какая бы это была благодать, если бы они ее заслужили за свои труды? Римлянам 11.6 Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Вот ответ 11.6. Это приговор монашеским всем придумкам. Виссарион. 6 июня, кавычка открыта. Удалившись в одно пустынное место, Виссарион принял на себя обед безмолвия. Сам принял? Где-то повеление, я знаю, это нет. Измеряя себя многочисленными трудами и умерущая свою плоть постническими подвигами, он, будучи во плоти, уподоблялся бесплотным. Пост его был беспримерным. Иногда всю неделю он ничего не вкушал, а иногда оставался без пищи и питья в продолжении сорока дней. Однажды, ставшим на одном открытом месте посреди терния и воздев к небу руки и очи, обратив туда же и ум свой, он сорок дней ночей пробыл на молитве, стоя неподвижно. В продолжении этих сорока дней он не двинулся с места, ничего не вкусил, ничего не сказал никому, не вздремнул и не упал в изнеможение от естественной слабости. Ни о чем земном не подумал умом, но весь, подобно бесплотным, и стремил духовные очи свои к Богу. За это исподобился святой от Бога великой благодати, ему сообщен был дар чудотворения, так что он был подобен древним святым пророкам. Ну, пишет это по 40 дней, это неправда. Другие святые они пробыли, на третьем дне начали сходить с ума, трое суток. Ну, Жуков во время войны был, позвонил Сталину, сказали, он только заснул, даже Сталин сказал, не трогайте его, потому что двое суток без сна. А оборона Москвы была и прочее, а тут-то какая была нужда ему. И он стоял просто на ходу, спал и больше ничего, ни о чем не помышлял, ни о чем не помышлял, ни о земном, ни на небесном. Дальше. Стихотворение. На русском переводчикам хвала, они покровы сняли с тех событий, произнесли Господь, а не Аллах, все размололи и просеяли на сите. На русском разговорном языке хочу молиться, прославляя Бога. Я не пустынник, не монах-аскет, мне хлеба, хлеба пусть совсем немного. Евангелие на русском языке, духовно-пренебесное звучание, но выпирает нынешний закхей и бесноватого безумное мычание. Так циркулярный фарисей-статист традицию и корни оголяет. По-русски ты сектант, баптист, и атмосферу визгом накаляет. На непонятном создается тайна, ключ разумения лишь у одного, под скорлупой ореховой питание и в бане моется, как думаешь, ногой? Запайный сосуд с холодной влагой, сундук закрытый, утеряли ключ, с непонимающим намного легче сладить, сдирай, бодай, выталкивай и муч. Дворяне на Руси и по-французски от слуг скрывали тайный разговор. Тогда Христа был доступ сделан узким, жаргоном феней пользуется вор. Царевую тайну надо бы нахранить, а Господней возвеститься громко. Понятное, и молот бьет в гранит, а непонятное под самоном в сторонке. Блин, вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки пятимся. Я непонятный сорок лет учу, под горницей и жду пятидесятницу. Так, о чем здесь? Так. Жития, похож ли на Библию? Вот так. Дальше, немножко еще. Это Ctrl-A, Ctrl-S. Убираем. Разворачиваем, вставляем, выделяем. Увеличиваем в размере. И считать. Ага. Это не 18-20, наверное, маловато. Все, пошел дальше. Вопрос 1881. Седьмой том открытым оком. В житиях я встречал, что некоторые даже не мылись в бане, чтобы не видеть свое тело. Разве тело наше так греховно, что и смотреть на него нельзя? Жития. Видишь, вопрос какой. А если ты жития не знаешь, что ты ответишь? Ответ. Вот только по этому примеру легко увидеть, что эта сверхщепетильность в вопросах целомудрия абсолютно искажена. И превратно виделась иноком. Похоже, что они были настолько уязвимы своей неполноценностью, что даже за одежду себя не позволяли трогать, как по Фнути Боровской. Монах ведет его, старика, но за одежду не разрешает трогать, чтобы случайно похоть не возникла. Свечку ставит перед иконой, а видит другое. Это все прямо описывает. Я рухописи читал. Серахов 3021. Смотря глазами истинная, подобен съевнуху, который обнимает девицу и вздыхает. На одной рогожке им спать не разрешалось. Это все не от голубизны неба. То есть другая голубизна. Иван Глитриана 21.7 Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опаялся одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Будучи нагим, апостол Петр работал с другими сотоварищами вместе. А в житиях показывает себя святее и целомудреннее не только римского папы, но и самого Петра, главы этих святых пап. Апостолы не боялись своей ноготы. А Иаков Незибийский проклял девиц, когда увидел их моющимися на реке, и ноги у них были заголены. Они мылись отдельно, не в городе. И его занесло к ним. И их же он покалечил всех, а некоторых и на всю жизнь. Или там были какие-то особенные обстоятельства, не описанные в житии. Или это уже полностью извращенный ум. Диктат своего искаженного ума, который возведен в икону. И это православие, где крещение нужно производить над полностью раздетыми. Знайте, что когда в церкви слышите песнь, что Господь в лепоту облечесся. Это означает, что наш Иисус облегся не в грех, а получил прекрасное тело, выше которого ничего нет в создании. В эту красоту он облегся через чрево Девы Марии. В лепоту облечесся, то есть человеческое тело. Это лепота, красота. Евреям 2.14 А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. И трижды этот радостный возглас слышится. Наше тело до того же состава, что и у Христа, и омыто в крещении, и является наследником Царствия Божьим, когда преобразится в нетлении. Но именно это, не другое тело. Извращенцы бывают и ханжами. Отцвет этого закона падает иногда и на борющихся за целомудрие. Амунон 4 октября, кавычки открыты. Он был настолько целомудрен и скромен, что стыдился даже своей собственной ноготы и во всю жизнь не обнажал своего тела. Вот откуда-то она взяла. А Петр какой был? Феврония 25 июня, кавычки открыты. На это Феврония сказала мучителю. Знай, судья, что если ты совлечешь с меня не только эти одежды, но даже это рубище, и оставишь меня совершенно ногою, то я ни во что вменю позор сей. Вот так. Ибо один есть создатель мужа и жены, ради него я готова не только претерпеть стыд ноготы, но желая даже быть усеченной мечом и сожженной огнем. О, если бы сподобил меня пострадать за себя тот, кто добровольно претерпел за меня бесчисленные страдания. О, бесстыдное и всякое бесчестье достойное, воскликнул Селин. Я вижу, что ты продеешься красотою своею, и потому не вменяешь себе в стыд бесчестия ноготы, ибо ты надеешься прославиться своей красотою, стоя обнаженными среди народа. Святая Отвеча ответила ему. Христос свидетель, что до нынешнего дня я не видел даже лица мужчины, а равно как и моего лица никто из мирских людей не видел. Неужели теперь, находясь в твоей власти, я буду бесстыдно? Нет, бесстыден ты сам, обнажая перед всеми девическое тело. Но скажи мне, безумный судья, если борец выйдет на олимпийские состязания, то не нагим ли он борется, пока не победит противника своего? Точно так же и я, выйдя сюда на борьбу с сопротивным и ожидая для тела моего ран и огня, как могу претерпеть их, оставаясь в одежде? Разве не ногою тело воспринимает раны? Воспринимает. И вот я выхожу ногою, чтобы, презирая муки, победить сатану, отца твоего. О, как понимали. Олимпиада, 25 июля. Это близко Иванову Златоусту, 3 том. Дальше. Дальше. Симеон Юродивый, 21 июля. Кавычки открыты. Старец же, не желая себе почитания, а желая бесчестия и поругания, и мудро прикрывая видом юродства свое ангельское воплоти житие, сделал следующую вещь. В один день, когда жена корчевника одна почивала в своей комнате, а муж ее продавал вино, пришел к ней старец и начал снимать с себя одежды, делая вид, что хочет лечь с ней. Она, видя то, закричала и прибежал корчевник, которому жена сказала, выгоните этого проклятого юрода, потому что он хочет меня насиловать. Ну так еще бы себе. С тех пор не только сам корчевник не считал его за святого, но и другим, если кто говорил, что Симеон юродствует Христа ради, всклятвы утверждал, поистине бесноватый и помешанный он. И к тому же и блудник хотел жену мою насиловать, и мясо есть, и другие недоподобные дела их творит, как незнающий Бога. И преподобный много раз после семидневного голодания при всех ел мясо, нарочно для того, чтобы не только юродиумы и грешникам все считали его. Для большего же обнаружения своего безмнимого безумия, отлагая человеческий стыд, много раз ходил по базару ногой, как бы бесплотный, истинный подражатель бесплотным. Вот присазь себе. Пойдешь в баню вымыться, еродивый? А тот, засмеявшись, сказал, пойду, пойду, и тот, что сняв в себя рубище, и смив его, положил себе на голову. И сказал ему дьякон, оденься, брат, ибо если идешь ногой, я не иду с тобой. Старец отвечал ему, я дело прежде самого дела сделал, и если не хочешь со мной идти, то предупрежу тебя. С этими словами побежал вперед. Было же две бани, одна мужская, другая женская. Он, оставляя в стороне мужскую, пошел к женской. Дьякон же, настигнув его, закричал, постой, уродивый, не ходи туда, ибо то женская баня. Обратившись к нему, с ним он сказал, все равно, там горячая и холодная вода, и тут горячая и холодная. Другого особенного ничего нет ни там, ни здесь. И с этими словами устремился вперед, и голый вошел в баню и сел среди женщин. Понятно, как подвиг творит. Те тот час все на него бросились, били его и выгнали от себя. То есть тазиками начали его благословлять. После того, дьякон, особенно наедине, спросил святого. Отче, как чувствовала себя твоя плоть, когда ты голый вошел в нагим женщинам? Старец отвечал. Поверь мне, брат, что все равно, как дерево среди дерев, так и я был среди них, не ощущая, не имея тела, что не имея тела. Не думая, что среди телесных существ нахожусь. Но вся моя мысль была устремлена на Божие дело. Вот понятно, как у православных. Это, естественно, юродивый. Вот он снимает одежду, ложится юродство. Еще одно же тебе прочитаем, и на этом все. Так. Да, мощный, дядя. Что тут такое? Мощный старик. Ого, большой. Ну ладно, давай загоним его, большой, пускай будет. Кому надо, просчитает, послушает. Теперь мы увеличиваем и считаем. Так, двадцатый надо, тут восемнадцатый. Считай. Вопрос 1934-й. Показать внукам и верующим. Ну и далее вот это место просчитаете. Время тут нету больше. Первое, Иисуса Новина. И дальше исход книга. В роды ваши, Гамор, на. Но монахи пошли иным путем. Народ верил, что монахи более близки Богу, потому проверять ничего не надо. Если они написали сами о своих товарищах, что тем было явление ангела, слышалось благоухание. Или нашел он подвижника в пустыне, то заканчивается всегда исчезновением этого чуда. Умерший завален им камнями в пещере. Если у Ануфрия были пальмы, то по смерти его мгновенно ручей пересох. Пальмы исторглись и следа нет. Даже дощечек Пахомия, на которых якобы ему ангел дал устав его монастыря, их тоже нет. Как у Джозефа Смита, основателя мормонтской веры. Если это человек, который мог бы подтвердить истинность своего пребывания в раю, то про него только пишут иные. И кто пишет, тоже сокрыто. А где же этот свидетель? Его нет. Крайне неуважение к слушателям. Сегодня ни в одной газете такой материал не прошел бы, кроме как в епархиальных мурзилках. Нигде не пропечатали бы столь недоказуемый и недостоверный материал. Писание нас предупреждает, чтобы мы не доверялись людям, если их слова не подтверждаются Писанием. У простолюдинов священного Писания на руках много ли было? Почему же не было заботы у на, у пап и патриархов, чтобы на родном языке у каждого народа было Евангелие? Чтобы не с чем было сравнивать, но чтобы брали все на веру, что прорекут монахи. Ефросин, 11 сентября, кавычки, открыты. Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей, и посему падают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. По окончании утренней Иерей собрал братью и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал то, что видел. Тогда все отщутили от их яблок незрещенное благоухание и радость духовную, и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться, ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Пойте как. Яблоки те братья разделили между собою и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. Паисий Великий, снова, 19 июня, кавычки открыты. «Невидимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям и умея изобретать для рабов Христовых различные и многообразные ухищрения, простер свое коварство на сих двух иноков и задумал так их обольстить, у одного из пустынных отшельников, который еще не был совершен в выноческом нестяжании, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушным, и потому, жалея украденные вещи, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышав же об одном прозорливом старца и надеясь, что тот поможет открыть ему и украденное, и укравшего, он отправился к нему. К преподобному Паисию он не посмел идти, боясь, как бы тот не стал укорять его в любостяжании». То есть в любостяжании. Тут у меня обокрали, в милицию нельзя обращаться, ну что тут такое, ну украли и украли. Вот я судился, когда, после реабилитации, это вот я живу два дома, выиграл, так меня упрекали, а зачем? Ну я реабилитировал, неверно, власть решила так, то есть они ничего не имеют, но им надо это, у меня право, право это дает канон, судиться даже с епископом. Если мы держали вместе овечек, а он присвоил, я имею право подать на него в суд, канон разрешает. Придя к тому прозорливцу, инок стал просить его, чтобы он сказал ему, где находится украденное и кто именно украл. Но старец, не будучи на самом деле просвещен благодатью Божией прозорливстве, но провидив все силу бесовскую, по научению злого беса, оговорил тех двух иноков, которые недавно поселились в пустыне. Вот эти иноки, сказал прозорливец, совершили кражу. Взяв этих безмолвников, не отпускай их, пока они не отдадут тебе всего. Услышав это, отшельник тотчас же с поспешностью отправился в лавру той пустыни. Придя к игумену и выпросив у него сильную стражу, он пошел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков. Он схватил их как злодеев и с побоями влача их привел в лавру. Здесь они с бесчестием заключены были в темницу. Игумен же вместе со старцами, поверив тому прозорливцу, осудил тех иноков, как воров, к лишению иноческого чина и стал пытать их побоями об украденных вещах. Преподобный же Паисий прозорливо узнал о благодати Божией, обо всем совершившемся и жалеет тех двух братьев, которые в то время неповинно так страдали, и восстав, отправился из кельи в свои в ту лавру. Об его приходе повсюду тотчас же было известно, так как среди пустыножителей не было имени более славного, как имя Паисия, который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь. Для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей, и отшельнических кельй, сошлись к нему даже и старцы. Пришел, между прочим, и тот старец, который по бесовскому обольщению выдавал себя за прозорливца. И когда все отцы и братья воздавали святому любезное Христе в целование, великий отец наш Паисий спросил их, куда вы удалили двух юных иноков-пустыножителей? Братья молчали. Потом некоторые из них, отвечая, сказали, отче, они воры, из-за дворной деласы теперь затворены в темнице. Святой на это сказал им, кто сказал про них, что они воры? Тогда братья, указывая на прозорливого старца, отвечали, вот этот прозорливый отец указал на них, как на воров. Тогда великий Паисий вопросил того старца, правда ли то, что ты сказал про них? Он же ответил, сказанная мною истина, это открыто мне было от Бога. После этого святой Паисий сказал, «Если бы это твое прозорливство было от Бога, а не от бесовского от прелещения, то на твоих устах бы не было видно дьявола». Слушая это, все были объяты страхом, ибо всем ясно было, что слова, исходящие из уст Паисии, истины. И все стали укорять обольщенного того прозорливца и понуждали его просить прощения опыта подобного. И он, объятый стыдом, припал к честным ногам святого, произнеся, «Отец, прости меня и помолись обо мне прелещенном». И лишь только святой сотворил молитву за него, как на глазах у всех из уст прелещенном вышел тщеславный лживый бес. И, превратившись в большого дикого вепря, с великой яростью устремился на преподобного, желая как бы растерзать его зубами своими. Но блаженный отец, разокляв нечистого духа, послал его в пропасть. А старец тот, который прежде был обольщен дьяволом, ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прельщения. Исполнившись великого ужаса и трепета, он пал на землю, валяясь у ног поисе, и со слезами молил получить от него совершенное прощение. Также и прочие братья, которые, предавшись обольщению, оскорбили неповинных. Все они, припавши к святому, просили у него прощения и вывели из затвора тех двух юных иноков, и все, смотря на них, с умилением плакали. А обидевшие их просили у них молитв. Преподобный же Паисий получал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прощений и не верить уже в пророчество тех, которые стараются казаться святыми и прозорливыми. А лавровскому игумену наедине он указал, где положены украденные вещи. Об украдших же ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение и сотворив за всех молитву, он возвратился в свою келью. Библия переполнена увещаниями прислушаться к тому, что в ней написано, ибо она есть истинное Слово Божие. Слова. Так говорит Господь. Встречается в Библии 476 раз. Говорит Господь Бог 243 раза. Господь Саваоф 95 раз. Говорю Тебе 33 раза. Говорю Вам 134 раза. Есть еще, говорил мне, говорил народу. Итого более тысячи раз Господь обращается к нашей душе, чтобы мы верили не через посредников, не через сомнительные книжки, а прямо к Нему обращались, прямо через Библию, ибо только вне Его вечное Слово оставлено смертным. И нам этого недостаточно, чтобы поверить говорящему и подтвердившему на страницах Вечной Библии. Нам этого настолько недостаточно, что мы ищем еще голоса в пустынях, прислушиваемся, что этим пустынникам скажет некий голос, скажет явно вопреки Священного Писания, Да вы умели мы, и какую веру в кого-то тогда мы исповедуем, какой смелостью, настырностью и нахрапостностью обладают защитники пустынной монастырской жизни. А любящие Бога, любящие Его вечное слово, так боязливы, так нерешительны противостать этим неверам, чтобы как их не обвинили в неправославии. Такое стало возможно только тогда, когда душа не полюбила Бога, не полюбила Его святое слово. Когда читаешь Библию, она умудрит тебя и сделает смелым против всех ухищрений дьявола. Псалом 118, 97, 100 Как люблю я закон твой, весь день размышляя о нем. Заповедью твою ты соделал меня мудрее всех врагов моих, ибо навсегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведуешь боли старцев, ибо повеления твоих храню. Все на этом. События дня. Так, что? Лживые обвинения. Да ладно, Паисий, он один такой был. А сколько обвиненных, когда Паисия рядом не было? Что дальше было? Там дуло. Вот обвинили его, и начали его пытать. И оторвали челюсть, челюсть оторвали. Это вообще вообразить даже нельзя. Но явное дело, что пришли, а он уже мертвый лежит. Братья пришли, просить у мертвого прощения, нигде гроба нет, а не так. Вот даже не захотел нас простить, вот как мы согрешили. Вот куда-то делся дуло, он дуль им показал всем. Все на этом. Спасибо.